Готовя сегодняшнюю программу, мы включили в нее в основном произведение музыкантов, объединенных в творческую группу, существующую с 1999 года в нашем городе под названием Ассоциация Русской Традиции. Это очень разные авторы, которые и по музыкальному языку, и по мировоззрению вовсе не обязательно совпадают друг с другом. Вообще совпадение и единомыслие в творчестве – это вещь, наверное, самая чудовищная, которая только может быть. Невольно вспоминается Сотековщий Рим с его указом обведения единомыслия в России. Вот единомыслия здесь нет, и я надеюсь, вторая часть сегодняшней программы вам вполне продемонстрирует, что творчество людей, входящих в эту группу, очень разное. Но есть одно объединяющее начало, и это начало скрыто в самоназвании. Русская традиция – что это такое? В первую очередь, это традиция доверительного общения художника и его аудитории. Это личностное и личное высказывание, которое можно принимать, можно не принимать, но оно всегда непосредственное и эмоциональное. Это то, чем русское искусство с момента своего профессионального возникновения в середине XVIII века стало сильно отличаться от искусства общеевропейского. Это наша своеобразная особенность, и она вполне соответствует той форме бытования русского искусства, которая сложилась в том числе и в нашем городе. И вот такие вот интимные салоны с небольшим количеством публики – это самое то место, где доверительное общение может состояться. Не большие залы, не симфонические оркестры, а камерное музицирование в кругу тех, кто готов это воспринимать непосредственно. И в сочинении, которое откроет вторую часть сегодняшней программы, принадлежит и ру представителя старшего поколения нашей творческой группы, который в этом году отмечает свое 70-летие, и в фестивальной программе будет его авторский вечер ровно через неделю. К сожалению, он не здоров и сегодня не смог присутствовать лично. Композитор Николай Хатунцов, который в своем творческом портфеле прежде всего собирает произведения сверхмалых жанров и минимального количества участников. Сегодня в концерте прозвучит сюита для альта соло, который называется «Строки из писем». И в этом сочинении вы услышите характерную для Николая Анатольевича, для его творческого почерка, особенность концентрировать музыкальную мысль минимумом звуков и выразительных средств и минимум развернутости форм. Все его сочинения очень компактны, но они очень точны и очень пронзительны. Итак, Николай Хатунцов, «Строки из писем» для альта соло. Я приглашаю Владимира Козлина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. 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 КОНЕЦ 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 Аплодисменты. Цикл инвенций для фортепиано. Я приглашаю на сцену Анну Татару. Аплодисменты. 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 И завершит сегодняшний вечер. Вы уже знаете, представлю сам себя. Это соната номер два для Михаила Журавлёва, история создания которой связана с событиями печальными, и потому общий её тон такой эллигически травмой в основном. Но как бы ни происходило в нашей жизни, жизнь остаётся тем вечным, той вечной ценностью, у которой мы всегда стремимся и обращаем к ней взор, даже тогда, когда этой жизни совсем остаётся чуть-чуть. Поэтому пусть даже самые грустные страницы музыки всегда напоминают о том, что всё-таки это музыка о жизни. Михаил Журавлёв, соната номер два, си-минор, для альта и фортепиано, исполняют Владимир Быстрицкий и Анна Татарчук. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА